Самая старшая. Произошел инцидент 12 апреля 2024 года в селе Джал. Вот она даже сейчас вот пришла на суд, вот пожалуйста, смотрит, идете, без девочки пришла. Что нарушает? Что нарушает? Специально подталкивает к этому. Поэтому вообще то, что произошло, у нас есть видеозаписи, у нас есть экспертиза, государственная экспертиза, у нас есть все эти показания, что *** не совершала этого. Если бы маршат *** совершил бы этого, мы бы здесь не стояли бы и не ходили бы. Эта девочка специально, ну мать потерпевшей, девочка-то она не может отвечать за свои слова, там ей 9 лет. Если бы экспертиза показала, что была бы тронута эта девочка или что какие-нибудь изъяны, сразу бы эта экспертиза дала. Почему мать специально спекулируя всеми своими данными, просит у людей материальной поддержки в адрес своего, чтобы она ходила, почему она не нанимает адвоката, если прокурор на ее стороне, судей на ее стороне. Адвоката зачем она нанимает, вот спрашивается в этом. И почему она ходит, запугивает на этот. Она кто? Она запугивает весь джал. На каком основании? Пусть это суд решает. Не она, этот судья, а пусть суд решает, что будет. И специально спекулирует такими своими отношениями. Где вот сейчас суд, вот вы сейчас видели. Как вы можете прокомментировать результаты психоневрологической экспертизы, где доказано, что ребенок не врет? Психоневрологической. Потому что экспертиза велась на русском языке. Девочка крыгызскоязычная. Она сама девочка, сама. Вот если человек не понимает языка, как он может? Психоневрологическая экспертиза, как она может доказать? Если видит, что ребенок не понимается. Все экспертизы делались, 4 экспертизы делались на русском языке. Как девочка может ответить на это? Это все со слов показания же матери, а не со слов показания девочки. Мы еще ни разу не видели интервью девочки, чтобы она лично сама что-то сказала. постоянно говорит за нее мать но она несовершеннолетняя да ну пусть она сама девочку вытащит пусть она в центр поставит ее скажет вот к замене олду пусть она скажет у ничего языка нету 9 лет это не три года же правильно если бы мать совершившийся который факт вот случился факт мать первую очередь что делает первую очередь берет ребенка хватайте бежит больницу нормальная мать она пошла через два месяца это не нормальная мать почему она через два с половиной обращается в частную какую-то клинику там аль курси а если была бы она нормальная мать она в первую очередь учреждение побежала потом бы в милицию звонила бы она сначала милицию побежал а через два месяца она делает экспертизу как вот по ней можно судить значит она она знала что это факты не было никто и не предлагал пусть она не врёт вот лично я никто и не предлагал вообще не предлагали пусть она не гонит и не врет она уже завралась почему она 6 каналам это свое интервью дает почему на другому каналу не дает почему она не дает раз такая на умные 6 каналов она разные показания дают то что нормально к тем бы